Всем привет! Итак, мы находимся в городе Духов и тут у нас есть пара заданий, которые надо выполнить и я думаю, что мы с этим справимся достаточно легко потому что, в принципе, тут все противники на порядок слабее меня. Так что сейчас мы их по-быстрому раскидываем и будем двигаться дальше. Но в комментариях мне написали, где я могу приобрести штаны 20 уровня для того, чтобы, так сказать, уж капитально покрепче стать в плане своей защиты, стойкости и так далее. Я думаю, что мы, может, даже сейчас этим займемся. Для этого нам нужно вернуться сложно-сложно-сложно в Колизей. Давайте сейчас найдем Колизей. Да. Вот. Но мне не совсем мы их поперебираем немножко. Я думаю, что это не займет много времени. Время! Что происходит? Я по привычке после, соответственно, пиросов и тернити тап зажимаю, чтобы подсвечивать предмет, а тут тап творит какую-то сатану просто. Так, это все то говно, которое я ему продал. А слушайте, а может здесь есть какие-то предметы из потерянного набора? Господи, не потерянного набора, а как они там называются, с которыми я обосрался в прошлой серии? Наследие Азербитов, да. Шлем с изумрудным оком и щит с изумрудным оком. Вот. По крайней мере, если я хотя бы проверю, я ничего от этого не потеряю. Нет. 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 Ну, он вообще, по-моему, так-то свитки должен продавать. Погибель богов, щит... Походу, нет. Крылья дракона, шапка горцев, кошачья шапка. Но, мне кажется, это может занять просто до хера времени. В какой-то осязаемой перспективе мы просто так просидим неизвестно сколько. И к чему это приведет, не ясно. И так вот еще тоже штаны искать. Ну, не знаю. Ну, давайте хотя бы его посмотрим. Если не найдем, то и хрен с ним. Шлем Зари у меня есть. Шлем неуязвимости, хромовников. Так. Мертвецов, провидцев. Нет. Это все ни хрена не то. Все еще, блин, в таком сумбыре у него расположено, что просто капец вообще. Щит магов Зари, приливов, тысячи сон, сверкающий щит. Неужели это я ему все когда-то продал? Просто безумие. А, это, по-моему, тот, кто фрукты продает. Это снова ты. Так. Мне фрукты больше не нужны, потому что, в принципе, уже арена у нас пройдена, и делать нам на ней больше нечего. Так. Иди сюда, торговец. Ты торгуешь кольцами. Кольца мне не нужны. Я и так доволен. Я ищу штанишки, про которые мне писали. И очень надеюсь, что я их все-таки найду. Потому что надежда найти вот этот потерянный щит и шлем, который я кому-то продал, уже я как бы абсолютно не надеюсь на это. Но... Так, так, так. Это все мусор. Это я все продаю, мне это все уже не надо. Хотя, вот сейчас мы торговцев проверим. Я потом на паузу встану и все-таки еще раз у него пройдусь по ассортименту, чтобы удостовериться, что я точно у него ничего не оставил случайно. Ничего нету. Так, ты торгуешь титанами только лишь. Вот говорят, новые торговцы, новые торговцы. Но, блин, по-моему, как были все те же самые, так и остались. Не совсем понимаю, где они появились. Кто из них моими сокровенными штанами торгует, не ясно. Что? У тебя? Ты уже выбрал себе партнера? Что? А, новые торговцы! Возьми сюда и взглянись! Отстань от меня. Я и так уже пожалел, что поверил тебе. Вот, хожу, блин, возвращаюсь, так, чтобы всякими глупостями заниматься. Трачу обеденное время, которое, казалось бы, мог бы потратить мало того, что на обед, но мог бы потратить на более какое-то разумное, целостное прохождение. Ну, ладно. Кому-то это, причем, почему-то как-то нравится, типа какие-то мои вот эти глупые блуждания. Ладно, смотрим. Защитник не Итальфа? Нет. Шлем обманщиков? Нет. Поножи херина, поножи тиары. Короче, встаю на паузу, ищу все на паузе и, если что, возвращаюсь. Не прошло и секунды, как я нашел нужные мне штаны. Они у него продаются, так что мы их сразу покупаем. Хотя бы штаны у нас будут, что меня как бы радует, что мы... Так, господи, попробую тут еще что-то найти. Во! Шедевр Скарвига. Отлично. Вот. Тяжелое вооружение, 20 уровень, защита 120, сила 25, стойкость 20. На 4 единицы лучше этих, но добавляют на 15 больше силы и на 8 больше стойкости, но при этом теряю я реакцию и ловкость. Но не то, чтобы они мне были очень нужны, я считаю, что я, в принципе, достаточно неплохо одет. Меня все устраивает. Выше головы я прыгать не хочу. Вот. Все. Так что я сейчас еще пообщаюсь с торговцем этим, попроверяю у него вот эти все шлемы, шестаны, которые... Мне шлем и щит надо. Вот. Зербитские даже. Зербиты. Наследие зербитов. Шлем с изумрудным оком, щит с изумрудным оком. Все. Продолжаю их поиски у торговцев. Ну, к сожалению, плохие новости. У этого торговца нету нужных предметов, хотя я ему продавал их крайне много. Скорее всего, потерянный шлем и щит, точнее, проданный, находятся где-то в империи, проданный неизвестно кому, голова голема. Отлично. То есть здесь нам нужно будет собрать вот этого автоматона. Видимо, он големом, на самом деле, а не автоматон, или как они его там назвали. Сейчас разберемся. Всем наваляем тут. Так, поскольку я тут движусь один, все-таки я бы применил ускорение для своего бега. Отлично. Так что еще раз спасибо за подсказку со штанами. Это было очень кстати. Так, большие кристаллы горного хрусталя и ионикса вставлены в основание каменного алтаря. На поверхности алтаря видны загадочные рисунки. На рисунках изображена какая-то фигура. Стрелочками и значками показано, как правильно соединить различные части. Нарисованная фигура состоит из трех частей. То есть вот этот голем, его три части, и одна у нас уже есть. Неплохо. Так. Окей. Идем дальше. Что это у нас тут? Угу. Угу. Ясно. Это плохие новости. Это плохие новости. О, приветик. Вали его. Эти башни нас не любят. Но я чувствую, если мы соберем голема, голему на них будет посрать. Он просто придет и сломает их. КРФ. Гаргулья какая-то у нас тут. Ой, опять загадки. Нет, только не загадки. Это что? Кобальт. Враждебный кобальт. Страж в броне. Опа. Сундук. Хитрый сундук. Я тебя вижу. Блин, скелет, а? Зараза. Ну иди сюда, что? Левая половина голема. Отлично. И горный хрусталь еще между делом. Тут, наверное, правая половина голема. О, какой хитрый скелет. Скелет, спрятавшийся в скелете. Наваляемо. Правая половина голема. Ну, видимо, части-то три, но каждая часть еще разломана на части, судя по всему, вот так выходит. КФ. На 15. Мне уже не актуально. Очень твердый кристалл вставлен в чашу. Кристалл окутан волшебной аурой. Отблески внутри кристалла напоминают вам биение сердца. Кристалл очень твердый. Обычное оружие здесь бесполезно. Его можно разбить только другим кристаллом. У вас нет меча достаточно твердого, чтобы разбить кристалл. Так, давайте мы здесь подсохранимся. Что за горгулья? Что она делает? По-моему, горгулья еще смотрит в разные стороны, да, куча. Так, ну пока здесь непонятно, что делать. Давайте лучше вот этому хобальду наваляем. С ним все понятно и так. Так, стражев много. Есть еще проклятый страж. Проклятая монета хобальдов. По-моему, такого мы еще не встречали. Так, сундук обобрали. Уйдем сюда. Посмотрим, чем для нас это обернется. Я прям на всякий случай ищу разик. Зачем хорошим? А ну, туалет берем. Так, что нам говорит журнальчик? Уничтожьте стражи колодца. Окей. Как это сделать? Что происходит? А. Но они мне не наносят урон. Хе-хе. Так. А вот это уже интересно. Ладно, вот это. Опа. Ничего себе. И они просто кломаются. Прикольно. Жаль, что мне только уже мочки опыта не нужны. Что-то он крайне плохо по ней попадает. Ну ладно. Хотя бы попадает. О, храм героев. У нас, кстати, есть еще голенькие герои, которых мы не приодели. Так. Жизнь, лед, земля. На, это тебе. На, это тебе. И что бы тебе еще дать такого интересного? Мантии ты почему-то носить не можешь? Да у него такой нормальный мантия. 210. Стойкость. Так, сейчас подумаем, что тебе еще дать интересного. Так, и... Пойдет, забирай. Ты у нас тяжелые клинки, пальцы, доспехи. Слушайте, почти как я. В молодости, когда я был на пару уровнях младше. Хорошие мечи можешь взять. Так, что так долго? Нифига себе. Она все это лечится? Ходите снизу. Я думаю, что за битву, думаю, может кто-то подбегает, а нет. Что за зараза? Алмазный меч. Вот это уже другая песня. Так, все, не мешайте мне тут кукол моих одевать. Я не думаю, что у меня есть комплект неит альфа, но... Вдруг. Благословение неит альфа, однако есть комплект. Почти. Шлема, наверное, только нету. Ну, шлема-то и нет. Ладно, тогда можно все-таки просто в броню вточиться, взять просто самое что-нибудь жирное-жирное. Двести десять. Твоя смерть приближается. Возвращайся. Так, и кольца тебе. Стойкость? Нет. Что-нибудь на силу мало добавляет силы. А, пусть так не нужно. А, я думал, это мой персонаж дерется. Просто стоит от заразы, по мне пуляет. Так, подождите, друзья, я сейчас... Мотивирую? Нет? Твоя смерть приближается. Твоя смерть приближается. Надо было активировать. Ну ладно. Успел до того, как она вылечилась. строим бездарей наших а по-моему у меня тоже кровавая лента на на у меня кровавая лента тоже что за руну мне дали руна жреца 38 уровня нет у меня уже лучше у меня в принципе все вон сороковых уровней так что нет спасибо и последний воин чайги это судя по груди девушка а идем надо бы назад еще вернуться опробовать алмазный меч на этих чашечках что может пока мы далеко не зашли сделать это давайте вернемся под потестим но как все бегут то бегут сразу особенно лучник у которого и без того высокая скорость перемещения вообще пулей летает так прежде чем мы что-то ломать будем надо сделать вот так есть и все и пробовать разбить кристалл алмазным мечом стал разлетается на 1000 осколков на меч тоже не выдерживает удара и разбивается на части киев так не один же меч так два уже разбили ладно идем скелета вбить тогда еще старше из нее меч выпадет так что я думаю он еще но она по-моему обычная хотя тоже проклятый страж проклятый страшно посмотрим что я Продолжение следует... 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 Не знаю, я могу их отправить, своих ребят, на зачистку, а сам отправиться, соответственно, назад. Поискать что-нибудь. О, нет, только не эти штуки, но, надеюсь, всё легко будет. Использовать рунный ключ. Отлично, всё оказалось легко. Какая-то жертва. Скелет, так, ему полная хапка пизделей, пожалуйста, оформить. Так, сохраняемся, прежде чем ля-ля тополя. Пожалуйста, убей меня. Что? Зачем? Я жертвовал овца снов. Он высасывает все мои мысли, все чувства. Это так больно. Пожалуйста, убей меня. Положи конец моим мучениям. Пожалуйста, убей меня. Берите мою мучение к концу. Я могу, как-нибудь, помочь тебе избавиться от ловца снов? Он питается моей силой. Он силён, пока я жива. Ты можешь убить его только, когда убьёшь меня. Убей меня скорее. Его мысли, они такие холодные. Пожалуйста, не херстай. Пожалуйста, ты моя единственная надежда. Не заставляй меня мучиться. Прекрати есть и чепуху, а я освобожу тебя. Ты хороший человек, только глупый. Я же говорю тебе, он питается моей силой. Я позабочусь обо всём. Давай я освобожу тебя от цепей. Он тебя заметил. Теперь тебе не избежать схватки с ним. Он поджидает тебя в городе. Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Так, я его сейчас вебу. Истцы женщины. Я не думаю, что он 50-го уровня. Вот, могучий. Пф, 45-й щенок. Я вот с пацанами сейчас. Прокину его. У нас вон какая банда. А ты чё встала, болтус? Могучий похититель снов. Сейчас я тебе покажу, кто тут у нас. Могучий повелитель. Снов и не снов. Я попробую без всяких бафов сейчас его пока завалить. Попробую нахрапом взять, так сказать. Могучий похититель. Могучий похититель. Ну, наносим ему даже какой-то урон. Вот и всё. Кукла Архимага у нас появилась. Так, сундуков здесь никаких не заныкано. Так, ага. Дальше сюда можно пройти, значит. Лабиринтистер. Ага, ага. Вот он чё. Слушайте, а мы же сейчас тогда раз... О, женщина, иди сюда. Я свободна. Ловец снов наконец-то ушёл. Благодаря тебе его больше нет, а я жива. После стольких лет я могу наконец-то вернуться домой, а этот город пусть гниёт вместе со всеми его драгоценностями. Если ты соберёшься идти дальше, хочу дать тебе один совет. Молодой гном не тот, за кого себя выдаёт. Тебе необходимо найти настоящего маленького гнома. А теперь домой. Я никогда тебя не забуду, друг. Спасибо тебе. И тебе, Кисуня, спасибо. Идём сейчас вот к этому телепорту. Я телепортнусь туда, где всё нужно мечами измрудными ломать и крушить. И после этого, соответственно, пойдём дальше. Искать этих настоящих гномиков и так далее. А вы-то, болтусы, вот куда идёте? Скажите мне на милость. Вы же не умеете этой штукой пользоваться. А я вот тут сейчас всё поломаю. Они, кстати, по-моему, красным перестают светиться, когда, соответственно, мы этих хранителей убиваем. Я на всякий случай ещё раз сохранюсь, потому что мало ли, что эта горгулья там со мной захочет сделать. Так, и чё? Ну, тогда я не хочу выяснять, что эти башни могут. Мне кажется, что ничего хорошего они не могут. Так, мне сюда. Потом сюда. Ясно. Не открыть эти ворота, ну и хер бы с ним. Так, 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 так. Проход он вот здесь. Отлично. Идите сюда пока. Тридцатый уровень. Трик. Ты какого? О. Это кто это у нас такой? Интересненько. О, а эти уже двадцать пятого уровня. Я бы мог и вот этих всех ещё завалить уж тогда. Но какой в этом смысл, если, блин, я опыта уже не получаю за это? А я тебе болтусы не качаются абсолютно. Иди сюда, сука. Сейчас я тебе наваляю на полной. Можно единственное, конечно, челленджа ради просто, да, прийти там, навалять. У меня вот эти все телеп... Хотя нет, судя не как активно, они даже вот эту поворот. Кто бы мог подумать. Что эти тоже подорвались? Хе-хе-хе. Вот, я столько мучился, умирая постоянно для того, чтобы стать потом королём на каких-то низкоуровневых локациях. Маленький гном. Он сам на меня вообще напал. Я имею в виду противный гном. Старая умея 41 уровня аж. Мне кажется, мой персонаж не дерётся. О, нет, умирался даже. Маленький гном. Тричём, резается постоянно. Вон ещё один. Гном прям появляется и появляется. Не знает, как остановиться. Я не знаю, как остановиться. Но гномы, видимо, будут появляться ровно до тех пор, пока, может, умею не уничтожить, я не знаю. Но они появляются по принципу призывания. А ты чё тут стоишь с саблей? Ты, конечно, стреляй. Ой, придурок, я тут думаю, куда он опять пропал? Он стоит там, своей этой писюлиной пыкает. У меня там какая-то вообще суперзагашенная сабля. Сюда всё ещё появляется тут. Бывноед мелкий. Ну как, сейчас я понимаю. И опять появляется. Не успел нажать. Лоботомиста этого сюда замани, пока мы сейчас уваляем. Возьмите! Мы должны двигаться назад. Закройте ровно! Они везде! Сейчас я успею активировать храм. Давай! Да все, гном отвали. Ты мне не интересен больше. Я лучше с этой фигуркой пообщаюсь. Вы обнаружили маленькое существо, целиком сделанное из металла. Оно издает тикающие и жужжащие звуки, но стоит совершенно неподвижно. Существо все покрыто толстым слоем, невероятно, но простояло здесь несколько столетий. Взять с собой механическое существо. А, так это тот самый автоматом. Ах ты, сучий гном, мать твою сраку! Вали от меня! Все, забрал я странный механоид. Да, то есть это не голем оказался, это вот этот чувак. Нам его надо было, видимо, собрать. Взять! Кстати, я вот что вспомнил. Так вот, обождите меня здесь. Взять! Так, развлекайтесь пока там с ним. Я вот что хочу потрогать. Зараза, смотрите-ка, он и здесь появляется. Сучий гном, а? Только посмотрите на эту какашку мелкую. Сучий гном, а? Только посмотрите на эту какашку мелкую. Безжизненный голем. А почему он безжизненный? Потому что я не могу прочитать, почему он безжизненный. Так, тогда мы сделаем по-другому. Ну ибо мне в любом случае надо прочитать, какого хера он безжизненный. Взять! Взять! Блин. Мне этого говнюка здесь оставлять неохота, потому что мне тогда телепорт сломает просто-напросто и все. Ммм, да, он его ломать начинает. Питерес. Питерес! Потом главное успеть быстро телепортнуться. Сейчас он его завалит. Блин, танцы с бубном опять начинаются какие-то ненормальные. Ох, да чтоб тебя за ногу, а. Ох, да! Ох, да! Ох, да! Ох, да! Ох! Да сука. Я не хочу, чтобы он мне монумент сломал. Мелкий злобедок! Прямо секунда у меня, миллисекунды есть на то, чтобы сгаситься от него. Отлично! Я это сделал! Всё, идём дальше. Какой такой бред вообще. Ещё маленькие гномы. А если я этих сейчас побью, они тоже за мной бегать будут? Харин посланник ещё есть какой-то. Они везде! Какой ещё нахер пепельный, мать его, танцор? Вы ещё пизданутые совсем. Ой, вот дела, вот дела. Не дают мне совсем покоя. Как-то всё подозрительно тихо. Чёмный упырь 25 уровень стоит в одиночестве гордом. Эх! Эх! Это ещё что? Стреляй! Стреляй, мать твою! Вообще, ничего себе просто. Так, ну вроде они справляются, так что давай, привет. Иди же, смертный. Оставь меня в покое. Что ты здесь делаешь? Отдыхаю. С начала времён я неустанно выполняю свои обязанности. Я никогда не отдыхал. Всегда с рассветом я шёл по миру, неся людям их судьбу. Я никогда не уставал до сегодняшнего дня. Сегодня я сижу здесь и отдыхаю. Пусть время разберётся без меня. Ты. Ты же одинокий всадник. Я Стрепхирин, посланник богов. В этот час я проклинаю себя, кем бы я ни был. Почему? Странно. 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 Боже мой, они валят. Наконец-то, а? И что делать? Как достать эту хитрюжоку оттуда? А ты достреливаешь? Не достреливают. Гадство. Есть кто-то там. Наверное, у него уменьшается здоровье, когда я какую-то из наступающих волн убиваю. Я тогда лучника переставлю, а они с той стороны выступают. Заморозьте его нахер. Вот ублюдок, а куда он опять сгасился? Взберите. Вот это вообще приветики, омлетики. О, вот где это. Паскуда дырявая. Только здесь он почему-то с полным здоровьем. Понятно, видимо, он мой новый спутник. После гнома. Ничего, и долго я так буду с каждым развлекаться. Я что-то не это, хотя я этот хотел руну посмотреть. Нахерня всякая. Ты хоть сундук какой-нибудь охраняешь? Ни хера он не охраняет. Ооо, это тоже интересно. Все. Из него даже не выпало. Опа, приветики. Я чувствую тогда и с этим хером точно такая же фигня. О, это новые какие-то. Странный мучитель. Че, у него не прокнул лед, что ли? О, там и вверх. Странный мучения. Странный мучитель. Ой, 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 ничего себе. Так, тогда мы меняем немножко тактику, и маму ещё насасываем на поддонки. Ладно, хоть у Магниса, вот они только у этой девки её забрали, всё. Помогай, дружище, чё ж ты встал-то? У них прям валят и валят. Придхереть вообще просто. Всю маму вообще разом всю у неё, по-моему, отобрали. Просто жесть. Отойдите, отойдите, выпустите их. Так, по три выходят, и сколько это будет продолжаться? Искатель разума, Разрушитель душ, а этот Мемсер закончился или как? Он там забрался, я запомнил, что чуть со словом Мем связаны. Взрывы, мы должны двигаться назад. Взрывы. Взрывы. Честно, конечно. Дайте вытянуть. Ну, я не знаю, как долго это может продолжаться. Ну, я не знаю, как долго это может продолжаться. Не очень интересный, конечно. Я все еще удивляюсь, как у этого лучника Финьяна вообще нет никаких умений. Но вот настолько бестолочен, просто вот это все. Кстати, главное еще не забыть про этот сундучок, который тут сверху стоит. Что, последний, что ли? Да ладно. Да все, идите в шопинг, сколько можно. Но сейчас они по одному почему-то появляются. Какой-то безумный респ закончился. А, не тут то было, все, нет, мне надоело. Давай! Подожди, мэн! Мемсер! 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 Хе-хе! Все, отстаньте от меня. Идите там в свою пещеру, катитесь колбаской. Следуй мне! Не, вон, заберите сундуки и закончу на этом серию. Следуй мне! Мемсер! 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 Теперь! Мемсер! 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 Блин долго есть, конечно, пробиваться через этих мумий. Крайне много сопротивляемости и здоровья у них. Прямо слишком много. Все равы забить не могут. О, я не ответил. Они все везде. Откуда еще одному у меня взялось? По-моему, вообще, что-то противники появляются, будто бы из ниоткуда. О, нет, еще здесь стоят. Ну, е-о-о, налево. Они все везде. Помогай, давай. У нашего жреца уже мана заканчивается. Неужели? Вот этих попроще завалить будет, так что давайте сюда. Мес, мир, искатель, разума, разума, творец, нежить. Легко. Легко. Вон тут разумея, дваумея, и все. Тут, наверное, тоже сундук, сундучок. Вот этих бей, ну что же ты в самом деле? Девушки отдыхают. Мы должны двигаться домой. Мы должны двигаться домой. Возможно? Вы должны, чтобы не было близко. Друзья. Слушай, а раз у нас гномы ты тут бралил, я могу сходить все-таки попытаться. Могу сходить и попытаться Заделать голема Но я его сделаю, но не живым О, ничего себе И здесь педестал этот И здесь А-а-а Я, кажется, знаю, для чего это Это, может, вот здесь для этой битвы кукол Нужно это Нет, до свидания, отстаньте Вот прям чувствую, что по-любански Мне уже заканчивать поражился С обедами своими В целом неплохо Хорошо, кастуешь, ты кастуешь еще Так, давайте, может, пока они тут Дерутся, я все-таки схожу Они и сами хорошо справляются Очень хороший, реально, урон Лед наносит мумиам Прямо вообще От души душевную душу Говно Ну, тропинка еще какая-то Ну, че, серьезно, что ли? Банковское кольцо, наверное, здесь лежит Последнее Было бы суперзабавно Если это так Ну, зато мы сейчас банк можем ограбить У нас есть два последних кольца Главное, не забыть это сделать Главное, не забыть Ого, это че Вы откуда здесь взялись вообще? Понятнее мне, откуда они тут взялись Тут вечно они из них Откуда все вылазят Ну, что ж Давайте мы на этом с вами попрощаемся В принципе, мы так уверенно сюда зашли Широким победным шагом, я бы даже сказал Понагибали все, что видим и не видим Вот, и я думаю Что все-таки эта штучка имеет отношение к куклам Демона мы тоже попытаемся побить Но мне кажется, этот демон такой же говнючий Как эти искатели разума Вот, попытаемся создать голема Поговорить там с этим товарищем Ну, короче Попытаемся по максимуму тут все сделать Вот, так что Всем спасибо за просмотр Всем пока и удачи Субтитры сделал DimaTorzok